Витаю вас, шановные коллеги, друзья! Хочу поделиться остальными важными подеями, над какими працует компания «Энергоатом». Продолжаем подготовку дополнительного сезона, завершаем масштабную ремонтную кампанию, уже успешно будет ремонтовал 5 энергоблоков и завершаем перевантаживание еще 2. На ближнем часе они будут вымкнены в энергомережу. Наши фахивцы працуют с выпереджением графиков для того, чтобы все 9 энергоблоков на нашей территории были готовы для проходжения опаливального сезона, чтобы в наших домиках в зиму было светло и тепло. 29 серпня провели финансово-экономичную нараду «Энергоатома». Мы возначалася с напрямами работы компании в этой сфере, разглянули проблемы и не працувало слухи их вырешения. Основные вопросы – это несбалансованность модели ПИЛІСО, через которую сегодня на энергоринке существует взаимная заработанность, а также для нас не подтвержденный финансовый план. Но главное – компания продолжает стабильно работать и выработать электроэнергию, несмотря на широкую масштабную оружие агрессию РФ и временную оккупацию Запорезья АЭС. Мы выработали на 4 млрд кВт електроэнергии больше, чем планировали на начале года. И это позитивно вплинуло не только на работу компании, а и на стабильность всей энергосистемы и экономики Украины. Еще одно завдание, которое мы ставим перед собой – добудование энергооблоков номер 3 и 4 Хмельницкого АЭС. Проведение в последнюю виробничную раду 19 серпня, где обговоривали графики строительства и перебег ремонтно-вотновывательных работ, что тревает. Введение новых энергооблоков является важной частью энергетической стратегии Украины, потому что досягти поставленных силой невозможно без современной и безопасной атомной генерации. Розвиток компании происходит в тесной совпаде с нашими международными партнерами. Великобритания, в частности, имеет намерку дать поддержку Украине в вопросе поставки ядерного палива. Мы получили кредитные гарантии на 192 млн фунтов стерлингов от Британского экспортно-кредитного агентства для закупивания и употребления урана у компании Уренка. Очень важные наши отношения с Канадой. Эта страна не только ввела санкции против дочерних компаний Росатома, а и долучилась до безопасных процессов на Запорожьей Атемной станции. Сегодня весь мир рядом с нами в борьбе с российскими оккупантами. Верим в нашу победу! Слава Украине!